Первая причина, почему мужчина может шляться при наличии женщины. Давайте будем говорить о расшатанной сексуальной конституции, о проблемах самооценки, о том, что мужчина за счет огромного количества женщин, за счет соблазнения женщин, похода к женщинам, пытается обрести некую уверенность в себе. О чем это говорит? Вот смотрите, когда мужчины и женщины встречаются и начинают строить отношения, мы в любом случае, как бы мы не хотели это скрыть, немножко бравируем друг перед другом. Мужчина показывает себя с лучшей стороны, женщина показывает себя с лучшей стороны. Давайте будем говорить о мужчинах. Вы видели когда-нибудь мужика, который, знакомясь с женщиной, говорил ей, да я вообще такой лох, слушай, на самом деле. Никакой я, короче, обычно лежу, ну не языком, а лежу на диване, ничего не делаю так, переписываюсь на сайтах знакомств, пишу девчонкам, что как бы я там бизнесмен, крутой, у меня масса целей, вот крипту изучаю сейчас. Вы слышали? Нет. Каждый мужчина пытается в глазах женщины быть ярким, вызвать у нее эффект вау, ты такой классный. Почему? Потому что это генетическая потребность мужчины. Быть там и с той, кто им восхищается. То есть та женщина, с той женщиной, которая еще не знает его истинной натуры, мужчине быть мужчиной гораздо проще. Но со своей-то он уже выбрал из себя все, что можно, и она из него выбрала. Она уже заглядывает в глубину его личности, понимая, что там нет ничего, что вызывает эффект вау. И для того, чтобы с этим эффектом вау сталкиваться, он начинает бегать от одной женщины к другой, соблазняя их, думая, что таким образом он приведет в порядок свою самооценку. А самое интересное, что ничего не поправляется. Самооценка, какую была, такой и осталась. А проблема в том, что эти мужчины, они просто не понимают, что к этому эффекту вау можно прийти только через достижение. Вот если бы мужчина приносил свои достижения и показывал женщине, эффект вау был бы обеспечен.